Как стало известно, жители трех улиц поселка Зайцево не внесли в списки на получение гуманитарной помощи. По инициативе депутата Народного совета первого созыва ДНР от города Горловки Юрия Крикуленко совместно с представителями общественной организации «Свободный Донбасс» была в кратчайшие сроки организована доставка и выдача гуманитарной помощи из России жителям следующих улиц поселка – Боевая, Революционная и Мазая. Очень большое спасибо, прекрасная гуманитарка, мы очень довольны. Дай Бог вам всем здоровья. Мира, тишины, спокойствия. Уже не первый случай, когда мирные жители страдают от неправомерных действий украинских военнослужащих. Еще об одном ярком примере рассказал житель поселка Зайцево. Взрывом двух гранат мужчине оторвало два пальца – указательный и средний. Неравнодушные соседи оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Карита скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 10 минут и госпитализировала пострадавшего. Утром я собирался выйти во двор, открыл входную дверь, а этой рукой толкнул. В этот момент прозвучал взрыв. Я глянул, откуда оно все. Я не ожидал этого всего. И отчетливо увидел растяжку на дверях дома. Высокие температуры воздуха и испепеляющее солнце все больше и больше привлекают жителей города Горловки к манящим прохладой водоемам. Но не следует забывать о технике безопасности во время купаний, во избежание летальных исходов. Так, на одном из прудов города Горловки в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, не рассчитав своих сил, решил испытать судьбу. Эта попытка закончилась трагически. Всего за июль месяц в Горловке на воде погибло 4 человека. До свидания.